Рассказчики, от них зависит многое. Когда занимаешься документальным жанром, я вот считаю, что я нашла себя в биографическом документальном жанре, понимаете, это просто наслаждение, все это писать, обрабатывать, редактировать и делать шедевры. Люди очень довольны, счастливы, что о них вспомнили. Это простые люди, никакие не выдающиеся. Они мне звонят, мои дети войны. Что еще у меня книжечка «Животное на войне»? И она вот такого типа интересная история. Не из интернета, это мои оригинальные, личные. И разные истории, коротенькие рассказы. Не вот такие длинные, как я пишу, на развороты. Например, девочка одна очень любила ходить в лес за грибами, потому что сосед ей давал сапоги в это время. Говорит, сходи, там выросли боровики. Ну, дети же как ходили, представьте себе. Босиком, конечно, до мороза ходили. А потом одни сапоги на всех. И вот ей давали сапоги, и ей было в них там тепло. Хотя не были там какого-то 49-го размера. Девочке было 5 лет. Но она шла с удовольствием в лес в этих сапогах, за грибами, собирала. И там все время дядя ей встречался, который говорил, «Дай-ка я посмотрю, что-то у тебя подметка там оторвалась». Девочка была связной, оказалось. Потом она узнала, когда выросла. Она носила сведения в этой подметке. И потом она уже начала спрашивать, «А зачем ты, дядя, мне каждый раз подметку отрываешь и перешиваешь?» Он говорит, «Вот если видишь, тут бумажка появляется. Если ее не убрать, то порвется сапог». Ну, все, она успокоилась, ответ получит. Детская война. А моя замечательная жизнь, проект очень близкий. Я по семье набрала двух у людей взрослых. Можно показать обложечку. У нас уже есть первая книга. Которые решили написать о себе, о своей жизни. Но такие разные люди и такая разная жизнь. Вот у меня есть книга, Нижмила Марковская, которая полностью справилась с задачей. Она написала книгу в 300 страниц. Вы представляете? Это энциклопедия советского детства. Во что одевались, что ели, какие песни пели, какие были речевки, какие были игры. Все она написала. Это уникальнейшее издание. Понимаете, не все можно указать в кино, допустим. В кино или на фотографиях. Или какой у нас еще есть жанр? Ну, живопись, да? А рассказать словом можно все. Любой нюанс можно выразить в слове. Это волшебный инструмент на самом деле. И вот она описала детально свое детство. Потому что обязательно что-то упустится. На картинке не все увидишь, но сзади. Мы будем проводить презентацию ориентировочно в конце сентября. Приходите, пожалуйста, на презентацию этой удивительной книги. Там ее можно будет купить. Книга в твердой обложке. Обложки будут дороговатое издание. Но автор вот так решил. Хотя я советую вам подешивание сделала. Ну, первая книга. Человек мечтал всю жизнь что-то написать. Ей уже за 60. Мама в детстве сказала. Там, несомненно, писательский «да». Это увлекательнейшее чтение. Понимаете, мне так жало, что люди просто пропадают. Они умеют писать. Им надо дать возможность. Курсы стоят не так дорого. 200 рублей в месяц. Сейчас я скажу, что в это входит. Ну, 100 долларов в месяц, в общем-то. Ну, пускай будет 200 сейчас. Пока. Написали главы на неделю, на этой неделе. Занятия, редактура и корректура. Это нормально. Это не так уж и дорого получается. Четыре главы за месяц. Людмила у меня штабовала по две главы. За неделю. От этого стоимость не менялась. Иногда за три. По три. Написать семь страничек за неделю вы сможете. Это я вас уже уговариваю вступать. Пол года курс. И книга вот такая толстая книга пишется. Пришли такие разные люди. Ну, вот Людмила уже была готова писать эту книгу. Забыть невозможно вернуться. Видите, там нет запятой. Где хочешь, там истать. Человек сам дозреет. Не надо никогда подрезать крылья. И объяснять с самого начала. Вот так нельзя, ты что? Как тебе будет стыдно? Что про тебя знакомое скажут? Да, да, да. Пиши, пиши. Потом сам разберешься. Потому что каждый... Почему мы думаем, что люди такие глупые, они этого не понимают? Все сообразят. И дети, и взрослые. Вот. Одна из женщин написала свою жизнь в форме снов. Такой подход. Бием. Сны Татьяны называется. Моя тезка. И одна из женщин написала рассказы флористов. Уникальные тоже книги. Все книги очень талантливые. Понимаете, у людей зуб был. Когда они пришли ко мне писать свои книги, у них был зуб. Одна женщина пришла писать родословную. Но она недолго походила. Она поняла, что тут больше у нас художественную литературу. Хотя она поняла, что ей надо писать именно так. А то она нарисовала схемы, кто кого родил, и все. Это не очень интересно для потомка. Вот такие проекты. Здорово. Я даже не рада. Собралась, где вы приходите. Может, кто-то мне составит компанию. В новых условиях мы будем, может, по-другому. Заниматься, может, не будет занятий открытых, а будет индивидуальное такое обучение. Курс готов. Спасибо, Татьяна. Еще одна маленькость стихотворения, и, конечно, завершающая рекордная песня, которую нужно обязательно всем спеть и пропеть. Пожелание себе стихотворение. Судьба судьбы. То кажется удачной, то неподъемной, тяжкой, непростой. Учись владеть врожденной красотой. Не портить красоты гримасы мрачной. На радостях от радости я рад. Слова такие часто повторяя. Верни, получишь радостный наряд. И радостно войдешь достой и рад. Не может зло счастливого точить. Ржа золота не есть. Благодарение за каждый миг. Счастливое горение земной людской судьбы. Живые свечи. Тогда не станет горечий глоток, чумой, потопом. Утешение рядом. И дом, и близкие, и радуга нас радом. И бабочка, летающий цветок. И снял. И снял. И снял. И снял. И снял. А дальше снял. И снял. И снял. И снял. Во имя Творца. Есть букетик цветы Неземной красоты. Это наши мечты, Что чисты и святы. Чтобы пела душа, Чтобы пили сердца, Чтобы мы собирались Во имя Творца. Здесь кукушкины слезки, Без слез не прожить. Для сбитания сердца, Что может любить, Чтобы пела душа, Чтобы пили сердца, Чтобы мы собирались Во имя Творца. Есть букетик цветы, Полевые цветы, Это наши души, Родные черты, Чтобы пела душа, Чтобы пили сердца, Чтобы мы собирались Во имя Творца. Творца. А еще подарю Разноцветие весны, Полеса днекам буйства Родной стороны, Чтобы пела душа, Чтобы пили сердца, Родной стороны, Чтобы мы собирались Во имя Творца. Творца. Может, скажете вы, Твоя песня про страх, Пусть порадует вас Простоты красота, Чтобы пела душа, Чтобы пела душа, Чтобы пили сердца, Чтобы мы собирались Во имя Творца. Ну что сказать еще на любви? Спасибо вам, что... Да, сейчас возьми. Голос хороший, потому что этим надо заниматься, петь каждый день. Простите, если что-то не так. Наша жизнь это поиски любви, наверное. Сейчас я свои дометочки посмотрю. Если серьезно, то жизнь это поиски любви. Это я сегодня написала. И если хотите, то жизнь это высочайший смысл и высочайший эгоизм жизни. Не мелочный эгоцентризм, угождение себе. А то, которое идет от любви к себе. Возбудить ближнего, как самого себя. Евангельские поиски. Как самого себя. Любовь это зеркало жизни. Любить это жизнь. Недаром это... Любовь это одно из зеркала Бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Это вам. Спасибо. Будем рады видеть вас еще.